Сегодня в Ленинградской области сразу несколько вертолетов были задействованы, чтобы вывезти тяжело раненых с трассы Скандинавия. Утром в аварию попал туристический автобус. Погибших нет, но пострадали больше половины всех, кто находился в нем. Что стало причиной аварии, пока точно неизвестно. Пока есть только факты. Из-за перепада температур дорога обледенела, автобус оказался на встречной полосе, где и столкнулся с грузовиком. Дмитрий Зайцев собрал всю последнюю информацию. На смятых от удара сиденьях тут и там остались обрывки бинтов из одной единственной на весь автобус аптечки. В полдесятого утра многие пассажиры туристического автобуса, выехавшего из Санкт-Петербурга, финский городок Котка, еще спали. От сильного удара посыпали стекла и вывернуло кресло. Водитель автобуса впереди увидел легковое Рено, которое занесло на, скорее всего, скользкой трассе. Он предпринял все меры, чтобы не совершить столкновение с ней, и в результате чего его сам развернуло, и он выкатился на встречную полосу, где ехала фура. Легковушка чудом не задела встречную фуру. Водитель отделался лишь парой царапин. По одной из версий, причиной всему сильный гололед. Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Кабину грузовика полностью смяло. Чтобы достать водителя, потребовалась спецтехника. В первую очередь, для тех, чтобы людей можно было вывезти из поврежденных автомобилей, привелось два автомобиля оперативных служб, пожалуй, специального гарнизона. С помощью них были извлечены люди из поврежденных автомобилей. Бригадами скорой помощи они в ближайшее время были доставлены в нашу ЦРБ. В этом автобусе на выходные в соседнюю Финляндию ехали 37 человек. Все взрослые, за исключением одного 15-летнего подростка. В результате ДТП пострадали 22 человека. Кареты скорой помощи доставляли раненых в районную больницу соседнего Выборга. Пострадало 22 человека. Семью бригадами машин скорой помощи они были доставлены в травмоцентр 2-го уровня Выборгскую межрайонную больницу. 8 пациентов были немедленно доставлены в противошоковое операционное отделение. И им были выполнены операции различной степени сложности. Вертолетами МЧС из Выборга пострадавших в ДТП сегодня весь день доставляют в лечебное учреждение Санкт-Петербурга. Двое пассажиров остаются в тяжелом состоянии. Их будут оперировать прямо в районной больнице. Оба без сознания. Это 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Он как раз и был за рулем фуры. По мнению следователя, водитель грузовика вовремя начал процесс торможения. И удар оказался намного слабее, чем мог бы быть. Поэтому жертв удалось избежать. Между тем, прокуратура уже начала проверку компании-перевозчика, которая выпустила автобус в рейс. В ближайшее время следствие должно установить точную причину этой аварии. Дмитрий Зайцев, Алексей Крепанов, Лариса Никитина. Первый канал. Ленинградская область.